Были группы людей, которые знали, что они будут делать завтра. Мы тоже знаем, что нам хочется делать завтра. Но я вам хочу сказать, что мы представляем перемещенный в Слуганск. Полтора года мы пишем законы, мы пишем проекты закона вместо депутата, мы пишем проекты, постановки, я лично этим занималась, которые подпишет в конце концов президент, который до сих пор мы подписаны. И неужели такие круги актов, принятые каких-то законодательных актов, проходят, допустим, в Польше? Там еще будет больше времени. Деякие законопроекты, это не только польская проблема, не только украинская проблема, это, например, в Евросоюзе какая-то ухвала может дебютоваться 8 лет. Ну, я так понимаю... Тобто, это, снова таки, чем больше колостей холдинг, то есть чем больше колостей, чем больше нужно договариваться, тем долго триваются переговоры. Это всегда. У нас замкнутый круг, у нас тупой угол полностью, то дорожку бы защитить... И защитить интересы, поддержать их гражданскую активность, поддержать их гражданские инициативы. Это очень сложно. Ну, можно... Да. Слышать? Нет, я хотел бы это, чтобы ты сказал. Понимаете, вдруг около 50-70-х годов в Британии оказалось, что экономика так не развивается, там в других странах развивается, там такой маразм такой. И они приняли решение, что надо что там сделать, чтобы эта экономика пошла вперед, но вдруг нужно тоже, надо объяснить, а какая причина, да? Ну и там эти эксперты посмотрели на структуру этих, ну, причем достать предприемств в Британии, сказать, мало таких предприемств фамилийных, малых, средних, надо что там сделать, чтобы их было больше. И начали работу над законом, чтобы это сделать. И работали над этим законом 5 лет. После 5 лет приняли за помощь. И закон заработал. И экономика пошла вперед. А в законе были 3 стати. Во-первых, каждый гражданин имеет право организовать свое строительство. Второй, публичной власти, ну, всех гражданин, надо сделать дружескенную атмосферу для этой деятельности. И третьей, деятельность вы, ну, как говорят, идете согласно с системой права. Все. Я их спросил, ну, как тут, 5 лет вы работали над таким законом? Ну, объясните мне, в чем дело, в чем право дело. Понимаешь? Мы могли это написать в 5 минут, в 5 или. Но дело не в том. Дело в том, чтобы все люди поняли, в чем дело. Какая роль. Чтобы они были готовы к реализации закону. Ну, я понимаю, это так, на первых взглядах все такие простые. Я думаю, он говорит, что простые, да? Подскажите мне, если кто не читает, не пишет, может у вас организовать, ну, реализовать, ну, это предпринимство. Ну, я так подумал, ну, ну, будет проблема. А у нас нет. Потому что есть написано, каждый, тот, который не читает, не пишет, тоже. А как там надо подписать? Это проблема этих чиновников. Это проблема, что за этим делать. Да, понимаете? И надо понимать, что работа над законом, и сам законом, это, можно только сказать, это у финнов. Дело не в том, чтобы принять закон. Закон не меняет. Надо иметь в гараже то, что будет дело, и, наконец, принять закон, который я тут организую. Я тут, в мене, я одразу, такая ремарка, которая ремарки сблигнула. Потому что, на самом деле, это фантастический пример того, как працует демократия, стала демократия. То есть, нужно договориться с всеми, нужно рассчитывать думки всех, и происходит тривалий диалог, 5 лет на поле очень простых речек. Значит, мы связаны с нашими проблемами. В чём проблема, например, этих законов, которые называют декоммунізационные законы? Да, и один из авторов, которых есть. Ну, между прочим. И, когда мы жили не в посттравматическом, не в постфаталитарном суспільстве, мы имели возможность 5 лет проговорить, почему это важно, какие ценности мы хотим, каким ценностям мы хотим восприятие, благодаря которым принятию этих законов, что для нас есть принятное, что для нас не принятное. Максимально широко это провести обговорнение, и после этого, скажем так, это будет, это будет заинстальировано. Но, одна из проблем посттравматического суспільства, постфаталитарного суспільства, это опортунизм. Что такое опортунизм? Опортунити – это возможность. То есть, у нас сейчас есть короткое векно возможностей, мы должны в него проскочить, потому что позже этого векна не будет. Это всегда проблема всех посттравматичных суспільств. За рахунок, чего можно сделать? За рахунок скорочения терминов обговорения, и за рахунок скорочения кола у тех людей, которые обговорят эти вещи. Величезная кількість людей, которые хотели бы взять участие в обговорении, почуваются теперь враженными, и начинают просто маніпулювать и дрехать, на рахунок того, какие были интенсии, какие были намеры творцов этого закону. Просто через то, что они почуваются в таком способе за бортом, то есть, позже процессом обговорения. Но, снова-таки, это одна из проблем посттравматического суспільства. Брат діалога через опортунизм. Потому что мы не встигаем, мы понимаем, что... Згадайте, 2004 рік. Вот была Помаранчева революция, потом 2005 рік Помаранчева команда сломалась через амбіції окремих ее членов, и в 2006 році, то есть уже через рік, произошел бело-блакитный реванш. И мы снова вошли в дворечный период политической тумбулентности 2006-2007 рік, а в 2008 году произошла всесвитная финансовая кризиса, и векно, возможности, для каких-то изменений закрилось в 2008 году, потому что закончились гроши без изменений. Продолжение следует...